В Красноярске принята программа поддержки предпринимателей на ближайшие три года. В 2012-м на ней выделят более 59 миллионов рублей. Все, что вошло в новую программу, было уже опробовано в этом году. Принята новая программа 2012-2014 год. Она является как бы преемницей предыдущей программы. Рассматриваются субсидии, четыре субсидии, которые мы сейчас проводили вот в этом полугодии. И мы начинаем год с этих четырех субсидий. Но в течение года мы планируем также запустить новые субсидии, которые связаны с инновационным продуктом и с экспортной продукцией. Пока финансирование четко прописано на четыре субсидии. На компенсацию процентов по кредиту и резинку предусмотрено 19 миллионов рублей, на составление бизнес-планов более 400 тысяч, на участие в ярмарках и выставках более трех миллионов. Полтора миллиона рублей отведено на субсидии бизнесменам, которые занимаются частными детскими садами и развивающими центрами. Она начала действовать в этом году и оказалась очень востребованной. Подделица частного детского сада Наталья Ступина говорит, что с помощью этой субсидии удалось существенно сэкономить. Субсидию мы взяли на возмещение частных затрат, связанных с арендой помещения. Субсидию взяли в размере 200 тысяч. То есть сами расходы по аренде за год у нас составляют где-то порядка 600 тысяч. Ну, приличная такая поддержка от государства. Но, как говорят в городской администрации, главная ставка в поддержке предпринимателей в следующем году делается не столько на субсидии, сколько на оказание помощи в получении кредитов и грамотной организации бизнеса. Так, в 2012 году городской фонд поддержки предпринимательства увеличится до 65 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на предоставление поручительств бизнесменам, которые собираются взять кредит в банке, но не имеют достаточно средств для его обеспечения. В январе продолжится отбор в городские бизнес-инкубаторы, которые сейчас заполнены примерно на 60%. Особое внимание в 2012 году будет обращено на развитие городского центра содействия предпринимательству. Мы предлагаем предпринимателям обратить внимание, серьезное внимание на наш центр поддержки предпринимательства. Там совершенно бесплатно вам окажут помощь, потому что в нем работают квалифицированные специалисты, которые могут оказать очень качественную помощь, которую, ну, может быть, сегодня вы и не надеетесь где-то получить. К примеру, в этом центре специалисты бесплатно помогают предпринимателям составлять бизнес-планы, консортируют по вопросам ведения бизнеса и даже помогают оформить все документы для регистрации компании. Количество подобных услуг в центре будет расти. Как говорят в городской администрации, обращаться за субсидиями и другой помощью по программе поддержки 2012 года предприниматели смогут уже 10 января, сразу как закончатся новогодние праздники. Ян Ермешов, Михаил Масленников, Афонтова новости.